Жемчужина Аби Аби – теплый жилой комплекс, в котором жилищно-коммунальные услуги обходятся жильцам дешевле. А еще здесь есть отличная детская площадка и территория для тренировки домашних животных. Жемчужина Аби. Кажется, именно здесь ваша новая квартира. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Новости Сургут-24». В студии Александр Маковей. В начале выпуска коротко о главных темах. В югре на майские праздники в детских садах откроют дежурные группы. В окружном департаменте образования рассказали, смогут ли родители посетить выпускные. Будут ездить к нам, а не в Египет. Губернатору югре презентовали проект благоустройства музейно-туристического комплекса «Барсова гора». И в Сургуте обсудили проблему неплатежей за жилищно-коммунальные услуги нанимателями муниципальной недвижимости. Есть ли выход? Подрядчик выбран. Стало известно, какая компания возведет второй мост через ОПИ близ Сургута. Обязательство готово взять на себя предприятие «Мотострой-11». По итогам торгов подрядчик построит переправу и дороги за 61 миллиард рублей. Это на полтора миллиарда меньше, чем максимальная цена контракта. Его заключение назначено на май. Отметим, что специалисты «Мотострой-11» возводили путепровод через протоку Бардаковка, а также развязку на улице Аэрофлотской и оранжевый гигант Вантовый мост через ОПИ в Сургутском районе. На майских праздниках в детских садах Югры организуют дежурные группы. Об этом во время заседания оперативного штаба рассказал директор департамента образования и молодежной политики округа Алексей Дренин. Соответствующие приказы учреждения должны подготовить до среды. Принимать малышей выходные будут только если оба родителя в эти дни работают и могут это документально подтвердить. Кроме этого, чиновник отметил, что в этом году мамы и папы смогут присутствовать на утренниках и выпускных в дошкольных и школьных учреждениях. Отдельно отмечу, что если в конце 2021 года еще требованием к допуску было предъявление QR-кода, то есть сейчас такого требования в защитных протоколах нет. Но принципиально важно заведомо, заблаговременно уведомить образовательную организацию о том, что вы, уважаемые родители, желаете принять участие в соответствующем праздничном мероприятии, для того, чтобы образовательная организация могла отработать со списками и убедиться в отсутствии очагов заболеваний либо соответствующих контактов. Международный аэропорт Сургута подвел итоги производственной деятельности за первые три месяца года. Пассажиров стало на четверть больше, чем в 2021-м. Услугами авиагавани воспользовались 407 тысяч человек. Они улетели и прилетели более чем на 2000 рейсах. И это вновь больше, чем за январь, февраль и март прошлого года. Свыше половины пассажиров, 234 тысячи, воспользовались услугами авиакомпании «ЮТЕЙР». 62,5 тысячи человек летали победой, 48 тысяч – аэрофлотом. Через международный сектор прошли более 20 тысяч пассажиров. Остальных обслужили на внутрироссийских линиях. В числе самых востребованных направлений – Москва, Уфа, Махачкала, Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень. Статус наиболее загруженного маршрута сохранил рейс в столицу. С начала года этой линией ежемесячно пользуются более 40 тысяч пассажиров. Примечательно, что в конце прошлой недели глава Сургута Андрей Филатов сообщил о том, что аэрофлот принял решение сохранить полетную программу из нашего города в Москву. Ранее планировалось, что в летнем расписании национальный перевозчик передаст маршрут дочернему авиапредприятию компании «Победа». В настоящее время из Сургута можно улететь по 42 направлениям, рейсы по которым выполняют 18 авиакомпаний. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о расширении полетной программы из городов России на Анталийское побережье. Если ранее рейсы планировалось выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, то теперь к этому списку добавились еще семь городов, в числе которых Тюмень и Сургут. Блоки мест выкупили крупные операторы «Анекс» и «Интурист». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Из областной столицы лайнеры будут вылетать уже с 1 мая пять раз в неделю. Из нашего города предварительно с 25 числа следующего месяца дважды в неделю. Соответствующая заявка поступила в Сургутский аэропорт. Стоимость недельного отдыха на двоих начинается от 170 тысяч рублей. Вместе с тем в Ассоциации фиксируют повышенный интерес россиян к майскому отдыху в Дагестане. Загрузка чартеров в республику из Москвы превышает две трети. Восьмидневный тур под названием «Большое путешествие по Кавказу» с перелетом обойдется в 102 тысячи рублей за двоих. В программе посещение Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии. Мы спросили у сургутян, как они планируют провести майские праздники. У меня куча внуков из Москвы приезжает. Вот так и буду праздновать. А еще 1 мая у меня день рождения. Шушлоки жарить, отдыхать с лучкой. Наверное, на парк не поедем, потому что у нас рамазан месяц нельзя. Буду тренироваться и выступать на конкурсах. Ой, ну конечно в парках гулять, если погода позволит. Более 750 сургутян за 10 дней приняли участие в голосовании по выбору проектов по благоустройству на будущий год. По программе формирования комфортной городской среды лидеры имеют шанс получить средства из федерального и окружного бюджетов. В нынешнем сезоне власти сургута также планируют продолжить строительство зеленых зон. Например, новые тропинки появятся в парке Засаймой и у Дворца Торжеств. Кроме того, жителей будет радовать новый сквер. Где он расположится и что построят для отдыха горожан, расскажет Мария Ливанян. В Сургуте в этом году продолжают благоустройство в нескольких парках города. Начнут также строительство сквера на улице Республики на месте бывшего противотуберкулезного диспансера. По планам уже к концу года сургутяне смогут прогуляться по смонтированным дорожкам в новой зеленой зоне. Если все пойдет по плану, если состоится аукцион, конкурс, мы в этом году можем успеть построить первую спортивную площадку на территории вот этого сквера. Ну и продолжение уже всей этой истории. Полноценное благоустройство уже всего сквера, вся дорожно-тропиночная сеть, дополнительные площадки, детская площадка будет, может быть, футбольное поле. В этом году средства заложены на обустройство тропинок и строительство спортивной площадки. Более 6 миллионов рублей. Деньги выделены из трех бюджетов, так как благоустройство территории в прошлом жители поддержали в ходе голосования по программе формирования комфортной городской среды. Продолжаются работы и в парке за Саймой. Там обновят тропиночную сеть и возведут спортивную площадку. Следить за ходом благоустройства будет рабочая группа. Планируется реконструировать часть дорожно-тропиночной сети. И члены проектной группы хотят начинать работу от начала строительства, то есть до быть на объекте, и инспектировать объект во время строительства. Ну и, конечно, уже итоговый результат, в приемке итоговых результатов. Также обозначили необходимость еще раз пересмотреть все проектные решения. Отметим, что возможность выбрать, какую зону необходимо благоустроить, есть у каждого сургутянина. Для этого достаточно проголосовать за приглянувшийся объект на сайте 86.город.среда.ру. В городе также работают волонтеры, которые помогают горожанам разобраться с порталом при необходимости. Горожане голосуют у нас с помощью волонтеров через приложение. Мы просим их ввести их личный номер. На этот номер приходит смс-ка, либо звонят. Нужно назвать четыре последних цифры с номера. Дальше они выбирают объект благоустройства, за который они хотели бы проголосовать. И все, их голос засчитан. Голосование стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая. За 10 дней участие приняли уже более 750 сургутян. Я за благоражение парка «За Саймой». Мы там живем недалеко, и он такой центральный у нас. Там все с города собираются, гуляют. Очень классное место. Что ближе к дому, там и хотелось бы. Я хочу, чтобы наш город был более комфортный. Мы и так живем на севере. Всего на голосование представлены четыре объекта. Спортивная зона в парке «За Саймой». Площадка для выгула собак в зеленой зоне 20-го А микрорайона между улицами «30 лет победы» и «Университетская». Фотозона с дорожно-тропиночной сетью возле дворца «Торжества» и строительство тротуаров в сквере на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина. Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сергей Кондаков. Сургут Интерновости. Будут ездить к нам, а не в Египет. Губернатору Югры презентовали проект благоустройства Барсовой горы. Первый этап реализации запланирован на май этого года. К октябрю на урочище появятся прогулочные тропы с арт-объектами, которые уже находятся в городском поселении Барсова и ждут установки. Второй этап – строительство музея. Проектно-сметная документация будет готова к концу текущей весны. Возведение запланировано на 2023. Наталья Комарова посоветовала расширить площадь объекта. По словам руководителя региона, сегодня в округе существует дефицит фонда хранилищ, а учреждение может закрыть эту потребность. В нашем понимании музей Барсова гора, тот музей, который мы проектируем в настоящее время, должен представить некий новый формат презентации археологического наследия, исторического содержания. То есть я уже говорила о том, что это будет показ на стыке академических исследований и современных форм презентации памятников археологии, в том числе с использованием современных мультимедийных технологий. О Барсовой горе знают уже не только за пределами округа, но и страны. Ранее во время научного совещания «Культурное наследие. Диалог поверх границ» проект презентовали специалистам, которые занимаются вопросами сохранения культурной истории из Германии, США и Италии. Они высоко оценили идею создания такой локации. На реализацию по предварительным расчетам потратят больше 400 миллионов рублей. Мы работаем с департаментом промышленности, работаем с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа по включению данного проекта в окружную программу для того, чтобы обеспечить софинансирование округа и Сургутского района. Мы предварительно прочитали турпоток. На сегодняшний день это около 75 тысяч туристов. Турпоток мы просчитывали из рассмотрения информации, которую предоставил нам город Сургут по трафику проезда транспорта через мост, через ОПИ. В Думе Сургута обсудили проблему неплатежей за жилищно-коммунальные услуги со стороны нанимателей муниципальных помещений. Соответствующим письмом в парламент обратилась управляющая компания ДЭС Восточного жилого района. Там отметили, что именно УК приняла на себя всю мощь столь серьезного финансового удара. Уже сейчас есть признаки, что взыскать будет нечего. То есть уже есть отказы от приставов, что они работают там не с жилими, не с кем. Всего по состоянию на 1 апреля этого года муниципальный жилищный фонд насчитывает почти 6 тысяч помещений. Половина всей площади – это квартиры социального фонда. Общая задолженность нанимателей за коммунальные услуги составляет 44 миллиона рублей. За год, сообщили в администрации Сургута, она снизилась почти на 3 миллиона рублей, но все равно остается значительной. Максимальная сумма долга по отдельно взятому жилому помещению превышает 800 тысяч рублей. Еще чуть более миллиона рублей – это пеня. За первый квартал года в суд направлено 232 заявления на почти 4,5 миллиона рублей. Приставы исполнители обработали 72 документа. Взыскано примерно треть суммы. Основными категориями неплательщиков за социальные нами являются социально неблагополучные семьи, малоимущие, люди, ведущие социальный образ жизни, дети-сироты. Со всеми должниками ведется, у которых за должность 3 и более месяца ведется судебно-претензионная работа. По словам руководителей ДЭС Восточного жилого района, обратиться в Думу заставила ситуация, в которой наниматели муниципальных квартир должны в том числе муниципальным предприятиям. Однако финансовые издержки должна нести частная управляющая компания. Долги приходится гасить, привлекая банковские кредиты, либо сокращая программу текущего ремонта. Предложение обслуживающей организации разделить сумму недоимки, которую не взыскать никогда, между ресурсоснабжающими организациями в части оказанных услуг и управляющими компаниями в части содержания веренной территории. Тему договорились обсудить в более широком составе с участием депутатов, юристов, представителей поставщиков коммунальных услуг и УК. Мы должны учитывать, что у нас социально ориентированная политика государства, и безусловно мы должны защитить интересы необеспеченных, социально незащищенных слоев населения, которые действительно нуждаются в этом жилье и пользуются этими услугами. И представители, пользующиеся этими пробелами, но являются приверженцами потребительского экстремизма. Есть и такие граждане. Для них тоже нужно нам сейчас продумать барьеры, которые мы можем поставить, для того, чтобы не пускать дальше, не позволять пользоваться добротой и, скажем, социальной направленностью государственной политики. Праздник обновления веры и возрождения. Православные Сургута встретили Пасху. Службы в честь Христового Воскресения прошли во всех церквях города. В них, по данным источника нашего телеканала в силовых ведомствах, поучаствовали как минимум 27 тысяч жителей. Около одного из храмов присутствовала и наша съемочная группа. Почему каждый год дата этого праздника меняется, и во что хочется верить сургутянам в столь светлый день? Ответы в сюжете Карины Александр. Православные христиане светлый праздник Пасхи отметили 24 апреля. Дата церковного события каждый год уникальна. На какое число придется Христово в воскресенье, как говорят благочинные, зависит от первого весеннего полнолуния. Такой сложный вопрос, потому что в основе его лежит определенная привязка, в том числе и к Ветхозаветной Пасхе, которая тоже всегда была плавающей. И привязка идет к лунному календарю древнему. И есть такой принцип, что Пасха всегда должна быть позже иудейской Пасхи, и при этом после определенного дня весеннего равноденствия. То есть такой достаточно сложный расчет. В принципе, Пасхалия рассчитана вперед до 2600 года. Это праздник именно подвижного цикла, такой же, как и зависящие от него праздники верного воскресенья. Христиане традиционно ждали момента, когда благодатный огонь сойдет в Иерусалиме. Чудо свершилось в субботу. Его частичку привезли в храмы Ханты-Мансийска и Сургута. Мы спросили у горожан, что значит появление главного символа для православных и во что хочется верить в этот светлый день. Это очень замечательно, это очень большой знак для нас, для людей, чтобы подумать в течение этого следующего года, осознать свои поступки и измениться где-нибудь внутри себя. Верить охоту в добро и что рознь между людьми закончится когда-нибудь. А что хочется верить в такой светлый праздник? Воскресенье, обновление, вечную жизнь. Смерти нет. В счастье, в любовь, в мир, что наконец он настанет на всей планете. В радость, в благополучие, что люди будут мирно, можно с собой убежать, любить друг друга, это важно, не главное. Всё, что идёт самоочищение у людей, искренние чувства, мысли, которые дарят своим близким, желают добра всем. Ну и объединения людей, люди, видите, как все собираются, это приятно же, когда такое единство в нашей стране есть. Впервые с начала пандемии коронавируса в Сургуте праздник прошёл без онлайн-трансляций. Торжественная служба началась в субботу до полуночи с молитв. Светлый день в храмах встретили тысячи горожан. Пасхальные богослужения после крестного хода состоялись во всех церквях города. В Ветхом Завете праздник Пасхи был установлен в память изведения народа израильского и изгибетского рабства. Новозаветная Пасха, она отличается, это тоже выведение народа из рабства, но рабство греха. Прежде всего, и воскресение Христа, Сына Божьего, это и залог воскресения любого будущего человека. Поэтому для нас Пасха, для новозаветных христиан, это праздник в празднике торжества и сторжества. То есть это праздник, который обвенчает собой все остальные праздники церковные. Пасхальная служба окончилась в воскресенье в три часа ночи. А днём 24 апреля прихожане несли на территории храма в праздничную снеть для её освящения. Христос, воскресенье! Христос, воскресенье! Тем временем для верующих с понедельника наступила Светлая Седмица. Неделя празднования Пасхи. Это время, по поверьям, предназначено исключительно для радости и колокольного звона. Карина Алексанян, Юрий Чанцев, Сергей Коликов. Сургут Интерновости. В гимназии номер один Ханты-Мансийска провели первую торжественную линейку с гимном и поднятием флага России. Такое нововведение, напомним, ввело Министерство просвещения. С 1 сентября каждая учебная неделя во всех образовательных учреждениях страны будет начинаться именно с такого мероприятия. Поднимать один из официальных государственных символов страны по задумке будут только отличники, победители Олимпиад, конкурсов, соревнований и юно-армейцы. На самом деле это мероприятие, оно такое воздействие, очень глубокое, можно сказать, на генетическом уровне на любого человека оказывает. Это ровно тот момент, когда фактически у тебя есть повод задуматься о судьбе, о истории государства, о тебе самом, о его истории. Потому что флаг это гораздо больше, чем символ. Это то, что объединяет и должно объединять всех граждан Российской Федерации. На базе ТОС номер 25, что на улице Лермонтова 7, сургутяне собрали более 300 килограммов гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Акция по формированию груза идет уже месяц. Однако, как отмечают представители территориального общественного самоуправления, горожане продолжают активно приносить продукты, канцелярию и предметы личной гигиены. Также ТОС-25 собирает посылки солдатам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Помимо сбора для жителей ДНР и ЛНР, мы продолжаем сбор под названием посылка солдату. Сейчас наши солдаты как никогда нуждаются в нашей помощи не только моральной, но и также продукты пропитания для них будут очень приятны, поскольку каждому солдату хочется получить с родного города шоколадку, печеньку и доброе письмо. Самыми активными участниками акции стала молодежь. Члены ученического совета школы номер 27 на проспекте Мира, 23, уже не первый раз приносят коробки с продуктами, которые собирают с помощью одноклассников и родителей. Помимо того, что юноши и девушки проводят сбор, они также приходят после уроков, чтобы помочь рассортировать гуманитарный груз перед его отправкой на склад базы добровольческого корпуса Югры. Насчет гуманитарной помощи одноклассники отреагировали позитивно, они тоже пытались помочь, то есть носили продукты, канцелярию, все хотели поучаствовать. Сейчас мы будем рассосовывать эти все вещи по коробкам, и мне кажется, в будущем мы еще организуем такую гуманитарную помощь. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала Сургут-24 продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, Вконтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Пицца-фабрика. Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Цирковое шоу «Львов и тигров» с 16 апреля. Сургут. Сити-мол. Все раздражает. Что мне делать? Все достало. Работа дома здесь. Чувствую, что нервы сдают. Стал очень нервный. Позови, что делать. Доктор Гужагин. 8-9-7-2-5-2. Россия удивительно и многогранна. Самая большая страна в мире с богатой историей и культурой. Красивейшие города и заповедники. Здесь каждый найдет край себе по душе. Калининград и Камчатка. Алтай и Башкирия. Карелия и Байкал. Время путешествовать. Время покорять Россию. Кстати, действует акция «Кэшбэк 20%» за отдых в России. Студия путешествий «Соловей». 79-99-28. Чистый бизнес. Всегда привлекает больше клиентов. Телеплюс. Тарифы со множеством опций. Выбери подходящую по скорости или включи интернет на максимум. Наслаждайся качественным телевидением. Используй приложение для просмотра на смарт-телевизорах или приставках. Услуги видеонаблюдения «Везопасный двор», IP-домофония и IP-счетчики включены в тариф. Узнай подробности на сайте телеплюс.ру. Авторадио. Крупнейшая коммерческая радиостанция. И несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят. Лаврадио – один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир Лаврадио – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. Лаврадио – это утренние шоу-красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и… Биг Лав Шоу. В общем, вы поняли. Слушайте Лаврадио. Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова